Дорогие родители, пожалуйста, послушайте одно откровение. Вы цари и священники в доме, поэтому не кричите на детей. Ладно, не кричите на детей, ведь достаточно сказать, если ты поступишь так, то вот что выйдет. Я считаю, что тебе нужно сделать вот так и так. Бог любит тебя. Говорите спокойно, не повышайте голос и верьте, что Бог делает ваши слова весомыми. Дорогие родители, дьявол говорит им, родители ограничивают тебя, а друзья манят к себе, но все их слова будут бесполезны. Наставляйте детей с уверенностью, ограничивайте детей, говоря им о том, что есть добро. Не выходите из себя и не теряйте контроль над собой и не кричите, так вы потеряете власть. Если вы отсылаете СМС-совет, то верьте, что Бог будет служить через вас. Бог на вашей стороне. Поэтому не повышайте голос. Когда вы кричите, вы теряете контроль. Упрекаете детей. Слова имеют вес. Родители, вот откровение от Бога. Ваши слова имеют вес и силу. Хорошо далее сказано, напоили отца вином и в эту ночь. Младшая вошла и спала с ним. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца. Как горести напечален исход праведного Лота из Содома, и это духовное падение. Между ними происходит грех. Старшая родила сына и называла Моавом. Он отец Моавитян до ныне. Они стали злейшими врагами израилетян. Весь Ветхий Завет Моавитяне вставляли иудеям палки в колеса. Тем не менее, из их среды произошла девушка Руфь. И младшая родила сына и назвала Бенами. Он отец Аммонитян до ныне. Аммонитяне — это еще один враг евреев, который также был шипом и колючкой для сынов Израиля. Вот так заканчивается данная история. Мы не знаем, что потом произошло с Лотом и его дочерьми. Не знаем, куда они пошли и как умерли. Господь Иисус упомянул о Лоте, вспомнив его жену в краткой проповеди. Помните о жене Лота. Аминь. Наш Спаситель говорил это евреям-современникам, имея в виду свое второе пришествие. Поэтому, друг, Иисус умер на кресте, и Бог не желает, чтобы кто-то погиб. Бог вернется не для того, чтобы очистить нас. Последний стих — это евреям 9 глава. Спаситель принес себя в жертву за грехи всех, чтобы подъять грехи многих. Он явится во второй раз не для очищения греха христиан, а для непрестанно ожидающих его воспасения. Он принесет спасение тем верующим. Кто неусыпно ждет Господа воспасения, наши тела станут нетленными навсегда. И вот новый перевод. Христос, принеся себя как единственную жертву за всех, чтобы понести грехи многих, появится во второй раз не для того, чтобы судить землю. Господь Иисус Христос будет разбираться с грехами неверующих, а не с нашими грехами. Иисус принесет спасение тем, кто ждет Его с радостью и уверенностью. Уверяю вас, Иисус придет для того, чтобы забрать нас, и это будет вознесение. Иисус придет не очищать нас от грехов, но Он придет установить Своё Царство. Весь мир постепенно погружается во тьму. А над церковью ярче загорается свет Бога. И весь народ доскажет на это «Аминь». Слава Богу! Аллилуйя, церковь! Аллилуйя! 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 Продолжение следует...